Добрый вечер дорогие братья и сестры мы вновь с вами в прямом эфире радио Радниш у микрофона протерей Дмитрий Смирнов и вы можете к нам с отцом Александром позвонить в студию по телефону 8 495 959 59 39 и задать ваши вопросы Добрый вечер дорогие слушатели напоминаю что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по смс на короткий номер 5522 В начале сообщения напишите слово вера и через пробел текст вашего вопроса У нас звонок здравствуйте мы вас слушаем Здравствуйте батюшки здравствуйте отец Дмитрий у меня такой вопрос у меня муж по национальности был армением но крещеный в нашей нечаянной радости Но имя я не знала его ну пока по крещению имя и всегда 15 лет ходила писала записочки в нашу волтуфью в церковь как армен Вот а сейчас я переехала в Дмитров и пришла а у меня не приняли эту записочку с таким именем как мне теперь быть вот что делать мне как Напишите Дмитрий В честь меня Мы с вами будем знать что это речь идет о вашем дорогом армении и все и все вопросы отвалятся Понимаете бог то знает что он армен А спорить это бессмысленно Разбойник покаявшийся на кресте провел всю жизнь в тяжких грехах и душа его не была подготовлена к Царству Небесному долгим покаянием Но неужели покаяние может так быстро привести человека таким свойством души какие святые приобретали тяжкими трудами всю жизнь Неужели Вот у одного человека путь длиной во всю жизнь Да И он убеленный старец Вот Вопрос человека который никогда не читал Евангелие Один трудится весь день а другой пришел в 11 часу А награда у всех одна Видно хочется тоже уподобиться этому разбойнику Ну спаси и сохрани Я никому не мог бы пожелать прибитым гвоздями повисеть на жаре Вот и чтоб тебе еще железной палкой перебили ноги Это знаете Это хочется как он покаяться И чтобы сразу Покаяться но перед этим ноги перебьют И умрешь задыхаясь на кресте Потому что ноги тело теряет опору Для чего он перебивает ноги не из садистских соображений А чтоб человек поскорее задохнулся Врагу Как говорится не пожелаешь Как говорится русская пословица Хочется Ну как бы стяжать себе результат Такого покаяния Ну Мы не знаем что автор там Что ему хочется Но то что он не читал Евангелие Это к сожалению Очевидно Сам вопрос Поэтому советую читать Евангелие И научаться из него Как на практике научиться принимать немощных в вере? Без споров о мнениях Ну это написано Ну вот приходит немощной в вере Вот сегодня я с утра исповедовал И приходит одна женщина И вместо исповеди начинает мне рассказывать Про внучку Про дочку Ну что ж Я не стал с ней спорить Аккуратно выслушал И все И она с полным своим удовольствием Отошла Тем более ей на вид так Немножечко за 70 Немножечко Но все так Так То это что там Ваше А когда человек подходит и говорит Ну нет во мне грехов Вы как обычно поступите? Я обычно говорю Не могла бы ты мне принести Свой портрет в рамки Я помещу себе В красный угол Скажу У меня лампадки там горят Так что Вот давай так договоримся Но пытаться человеку Разубедить Надо? Не, зачем? Лучше человеку дать Мне кажется импульс Чтобы он сам задумался Ну ты просто посел Как вы делаете Я вот делаю так Я не могу совершать Нормальную молитву Вместе с кем-то Только уединенно Мысли удается Нормально собрать в голове А когда пытаюсь Молиться в храме Так мысли рассеиваются Еще больше Как мне быть в этом случае? Во всех случаях Нужно обращаться К Отцу Небесному И просить И во всех случаях Он По нашему усердию Будет нам помогать В ту меру В которой нам возможно Воспринять Тот дар Который нам даст То есть если человеку Трудно дается Церковная молитва Это не повод Перестать ходить В храм Нет Это может быть Служить поводом Очень многие люди Рассказывают Про какую-то бабку Она у нас Такая Наверное Одна Вообще В церкви Как люди на нее Натыкаются Все перестает Входить в храм Так что А некоторые требуют От нас Чтобы мы стали Либералами Чтобы вы такие Консерваторы Что неохота К вам В церкви Входить Ну Разные поводы У людей Существуют Чтобы не ходить Но у нас И так церкви Переполнены Куда же еще Еще и либералов Туда Ну это вообще Извините Тогда Не задохнешься После семи лет Венчанного брака Муж сказал Что Господь Открыл ему истину Мы не являемся Половинками Друг для друга И он Супруг Не может Сделать меня Счастливой Как относиться К его словам И пытаться ли Сохранить Наше отношение В семье Ну это Тут Трудно сказать Нужно его знать Хоть бы Посмотреть на него Минутки три Я Может быть Сказал Уже Основываясь На Некотором Жизнном опыте Что Стоит ли пытаться Или это вообще Как у нас В народе Говорит Дохлый номер Ну так вот Человек Живет рядом Да И вдруг Такое тебе Заявление Это еще Это еще Ничего Это Тут Все С открытым Забралом А то Тут Мне одна Раба Божия Написала Три СМС Если Вот сейчас В эфир Это прочесть То Вообще Мне кажется Сила небесная Поколеблется Какие бывают Мужья Папец Вы же всегда Говорите Надо Две стороны Выслушать Чтобы Увидеть Ситуацию Ну Желательно Но в данном Случше Это невозможно Потому что Ну я Априори Уверен Что он Не захочет Со мной Встречаться Ладно Когда Чужие Люди Ну чем-то Не понравился Друг другу Нет Ну что Зачем-то Всегда Есть И причина Есть И повод Это Не всегда Совпадает Ну просто Вот я Однажды Говорил Даже Один гражданин Обиделся На меня В прокуратуру Написал Что Выходить Замуж За человека Ну вот Который В таком Состоянии В Писании Сказано Что Бог Соединял Человек Да не разлучает А он Ему Говорит Его Бог Он ему Открывает Что Вот Мы Не две Половинки Значит Он слушает Какого-то Другого Бога Либо Он никогда Не читал Священное Писание Поэтому За таких Замуж Вообще Нельзя Выходить Это Обречено Да где же Это увидишь Сразу Ну не сразу Ну годика Два Должно Пройти Внимательно Посмотреть Батюшка Ну вы бы Увидели А молодая Девчина Нет Я не уверен Что я бы увидел Но все-таки Ну как Какие-то черты Все-таки Отражаются На лице Человека А я с ним Поговоришь Ну а если Ну как бы Люди будут Полтора-два года Друг друга Ну как бы Изучать Посмотреть На папу На маму На их Взаимношения Какие с братом А то Некоторые Выходят замуж За человека Который Уже был Четыре раза Ну что Совсем С ума Сошла Что Говорят Ну ему Не везло Ага С тобой Повезло Надеюсь Такое Подвезет Что Господи Помил Люди Современные Они Даже вот Те люди Которые Воцерковляются Они не понимают Цели И смысла Брака Не понимают Его духовной Сущности Ну батюшка Если бы Был такой Предмет В школе И там Два Два года Десят Одиннадцатый Класс Ну это утопия Ни родителям Ни детям Это не нужно Детям Нужно Обязательно Мобильник С интернетом Еще лучше Там Айфон Айпад Потому что Вот у него Есть И мне Надо Вот Вот что Детям Нужно Они Ну как бы Заживо Горят От зависти А мама Ну как Есть старинная Русская Поговорка Чем бы Дитя не Тешилось Лишь бы Не плакала И вместо Цианистого Калия И опасной Бритвы Покупает Ему Так сказать Айпад Айпад Это Признак Современности Ну я В курсе Если человек Достает Кнопочный Телефон Из кармана На него Смотрят Как на Динозавра Да А я Вот что Тут у меня Есть один Такой Другой И что Тут Как на Динозавра Так Дети Ну вы Уже Нет Ну хорошо А что Плохого В динозавре Вот Режиссер Спилберг Да Который Про динозавров Все смотрят Восхищаются Премии Дают Сидишь Там Два часа И сможешь На динозавров Так это Вообще Дети Обожают Динозавров Вампиров И вот С мальчиком Даже таким Встречался Общался Он вообще Только в Динозавриков Играет Ну вот Ну то что Нашел Ну и на него Будут смотреть Как на Динозавра А что тут Плохого Сами Противоречат Себе Сами Не знают Что хотят Человек Курит И пьет Это грех А если Человек Не курит Не пьет Но работает На заводе По производству Алкогольной Или табачной Продукции Считается Лето Грехом Кем Хозяином Завода Или кем Перед Бог Ну как Ну если Алкогольная Продукция То Что Вина Это Раньше И в Монастырях Вырабатывали А в Европе Еще и Пиво Что Тут Такого Ведь Сам При себе Продукт Вот Мы Сейчас Постом Не едим Мясо Но Это Не значит Что Мясо Скверное Какое-то Нет Просто Ради Воздержания В течение Пятидесят День Мы Не Вкушаем Мясо Кстати И алкоголь Кстати Так И Чего Речь Идет О том Чтобы Чтобы Не Было К Страсть А Страсть Может Быть И К Шашкам Но То Что Человек Участвует В Производстве Того Что Для Многих Соблазн Он Участвует В этом Соблазне Ну Если Не Будет Соблазна Выпить Хорошего Вина Виноградного То Будет Соблазн Выпить Боярышника На метиловом Спирте И Как Минимум Ослепнуть А Как Максимум Отправиться На Кладбище Не На Прогулку А Ну Совсем Я Хочу Бороться С Абортами В Нашей Стране Скажите Что Я Могу Сделать Полезного В Этом Направлении Нужно Примкнуть К Тем Людям Которые Уже Этим Занимаются Таких Людей Тысяч Есть Всякие Организации Постараться Как-то Найти Себе Применение В одной Организации Разные Могут Быть Человек Талант Он Может Оказать Всякое Содействие Ну А Если Просто Лично Стараться Как-то Просвещать Скажем В Женской Консультации Для В церкви Десять лет Пенсионер Привык Жить По Уставу Церковный Устав Люблю Как Побороть Себе Недобрые Чувства Возникающие К нарушителям Устава Евангелие Читать Потому Что Основная Такая Конфликтная Коллизия Была Между Христом И Любителями Устава Фрисеями Так Так Они Любили Этот Устав Что Господь Сказал Горе Вам Потому Что Сам Христос Сказал Не Человек Для Субботы А Суббота Для Человека Тоже Устав Он Для Человека Не Для Того Чтобы Вызывать Такие Всякие Чувства Такое Прекрасное Произведение Человеческого Ума Веры И Поэзии Как Наш Устав Он Должен Вызывать Только Самые Прекрасные Чувства В Человек Ну Вот Человек Защищает Эту Красоту Которую Подвергают Нападкам Кто Ну Те Кто Очень Вольно Обращается С Уставом Пытается Нет Ну Пусть Вольно Так Скажи Очень Просто Человек Пожилой Значит Уже На Пенсии Закончи Учебное Заведение Стань Священником И Служи По Уставу Все Будут Только Рады Если У него К тому Времени Сил Будут Устав А Много Ли Надо Сил Много Сил Надо Чтобы Быть Там Настоятелем Вот А Так Если Быть Линейным Священником Заглядываешь В расписание Приходишь Вовремя Благословен Бог Наш И Открываешь Богослужебные Указания Да И Все По Уставу Алло Добрый Вечер Как Жаль А Такой Был Вопрос Бонус У У Наших Знакомых Сгорел Дом Пока Не Были В Отпуске Я Предложила Мужу Помочь Им Деньгами Муж Против Говорит Что Им Есть Что Продать И Наверняка Есть Накопление Я В декрете Деньги Не Зарабатываю Распоряжаться Настаивать Не Могу Но Мне Кажется Что Это Не По Христиански Если Можешь Помочь Но Муж Считает Что Нам Деньги Нужнее А Что Я Могу Сделать Но Всегда Мы Можем Помолиться И Это Может Гораздо Быть Более Эффективно И Можем Помолиться И За Мужа А Так Всегда Деньги Нужнее Даже Если Не Сегодня Вдруг Завтра Понадобится С Запасом Жить Спокойнее Ну Да Ко Мне Сегодня Тоже Женщина Подошла Беременна Пятым Вот И Там Пожаловался На свою Жизнь Ну Я Дал Немножко Денег Но Эти же Деньги Мне Нужнее Чем Ей У меня Детей Гораздо Больше Им Больше Надо И еды И одежды И Содержание Дома Так Ну Можешь Дать Сколько Можешь А Лучше Сколько Не Жалко Алло Добрый Вечер Здравствуйте 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 Скажите Пожалуйста Что Самая Самая Важная Часть Человеческого Естества Запомнил Вот как тебе папа диктовал Давай я тебе продиктую А ты повторяй Душа Ну что Заглох Ну тогда В другой раз Я всегда Благодарю Бога За все И за радость За печаль И за греховные падения Которые он Оборачивает Во благо Для моей души И я верю Что Достаточно Благодарить А остальное Бог простит Потому что Я верю Люблю его Всем сердцем И вот Не понимаю А для чего Тогда нужно Причастие Исповедь В церкви И вообще Церковная Молитва Если достаточно Лишь Благодарить Бога Ну так Причастие Это и есть Благодарение Его высшая Форма А при такой Темноте Я имею в виду В смысле Познание Христианства Богу Угодить Нельзя И ничего Он не простит Это все Самообольстительная Иллюзия То есть Человек Вот Некую Себе Такую Ахинею Изобрел И Ну Она его Удовлетворяет Так Нет Ну А другого Стакан Удовлетворяет Это Алло Добрый вечер Алло Да Добрый вечер Добрый Хочу спросить Является ли Созерцание И богомысли Более Богоугодной Действенностью Чем труд Разумеется Конечно Об этом Также Есть В Евангелии Господь Похвалил Марию И поставил В пример Марфи Которая Трудилась Он ей сказал Печешися И молвившейся Амнозе Мария Избрала Благую Часть Но Для детей Коим Вы Сударни Являетесь Труд Более Нужно В воспитательном Процессе Поэтому Дети Начинают С послушания И труда А к Созерцанию Переходят Во второй Части Жизни Алло Добрый вечер Добрый день Одесса Дмитрий Вот такой вопрос Есть молитва Перед зажжением Лопатки Когда Миряне Читает Дома Молитву А какую Молитву Прочитать Когда Помолился Дома И Хочешь Зажечь Погасить Лопату Какая Молитва Где Можно Своими Словами Обратиться Спасибо Большое Нет Есть Церковная Молитва Записывайте Слова Слава Тебе Господи Записали Вот И погасил Потом Дунул И Все И спать Пошел Ну спать Или там Можно Что-то Почитать Вот Нынче Мы празднуем Иван Лесвищника Уже начали С вечера Можно Лесвищницу Почитать Живем С мамой И ее Родителями Деду 85 Бабушке 84 Дед в молодости Не был верующим Человеком Даже наоборот С насмешкой Относился К религии Но вот уже Три года Как тяжело Болеет И сейчас Он Не сопротивляется Ничему тому Что связано С церковью Но бабушка Категорически Не хочет Чтобы он Перед смертью Исповедовался И соборовался Говорит Что грехов Не у нее Не у него Нет И что не перенесет Если в наш дом Придет священник А как нам быть Так хотелось бы Деда причастить Нет А дед Хочет причастаться Или нет Я вот Из этого Не понял Если дед Хочет То не перенесет Это ее Как говорится Ее трудности Как у нас В Америке Говорят It's your problem Переноси Не переноси А если дед Равнодушен Не хочет Так и не надо Затевать Ну не просят И не против Ну Все таки Можно Выспросить Пачка Ну а такой ответ Человек Ну Ну давай Ну давай Тогда Все даю И священника Позвать А там Священник Сам решит Вот Вот В этом Давай Больше Желания Или Это Он Как говорится Под напором Нашей Активности Если Под напором Нашей Активности То цена Этого Таинства Будет Очень Невелика А как Исследовать Может быть Попроси Предложить ему Что-то Рассказать Об этом Таинстве Да что Угодно Че я сейчас Буду Сам человек Если он Желает Такой Как говорится Ну Заядлый Христианин Катехизатор Ну пусть Он и думает Сейчас Книг Море Брошюр Еще больше Пробуй Ну конечно Толцы И отверзятся Да Только не сильно Толцы А то что-нибудь У деда повредишь Скажите пожалуйста Если болезни Посылаются нам От Господа За грехи наши То откуда Страшные болезни У негрешивших Маленьких детей Дети болезнят Болеют за грехи родителей И дедушек И бабушек И прабабушек И так до Адама Каждый человек Произошел От Адама и Евы И каждый человек Несет Огромный груз Грехов И это отражается То есть какой-то Пра-пра-пра Дедушка Согрешил А его Пра-пра-пра Внучок Заболел Конечно А для чего Господь Попускает Ведь этот дедушка Уже не вразумится Болезнью Во-первых Господь Однажды Сказал Антонию Великому Антоний Себе Внимай И не испытывай Судеб Божий Что Бедный Человечек Червячок Своими Куриными Протухшими Мозгами Может Понимать В промысле Божьей И что-то иногда Открывается Слава тебе Господи Наша задача Смиренно Кротко И без ропота Переносить Что Попускает Нам Господь Ну вот хочется Человеку Увидеть Взаимосвязь Ну пожалуйста Я же не против Увить Сам не видит С вопросом Ну а Кто я такой Чтобы ему Открывать На это глаза Если сам Господь После его Многолетней Молитвы Ему не открыл Чтоб я ему Это Поведал И я не дерзаю Если муж Формально верующий Когда дети Его не слушают Формально верующим Быть нельзя Простите А фарисеи Нет Это Ну какая же это вера Когда они Распинают Христа Ну такая Это Нет Это Это Богоненавистничество И это Вера В сатану Они Дети И поклонники Дьявола Они Служители Сатаны А никакого Не Господа Бога У них В мозгу Там Все Перевернулось Им Кажется Это Бог А это Совсем Не Бог Ну их Нельзя Назвать Неверующими Просто Вера За знаком Минус Ну Можно так Сказать А просто Ведь вера Бывает Христианская А бывает Бесовская Вот сейчас Наконец Наше Государство Взялось За Иговистов Они Берут Нашу Библию Берут Наш Православный Перевод Библии На русский Язык Извращают Ее И Представляют Это Как Истинную Веру Но Каждый Иговист Это Дьяволопоклонник Тем более У них Еще Как бы Ну Финансовые Задачи С целью Ограбить Своих Адептов Кто Уши Развесил Вот Они Привели К Секту Так Так Не Бывает Чтоб Человек Взял Чего-то Почитал И Стал Бо Иговист Не Его За Ручку Обязательно Приводят К Секту И Там Идет Мощнейшая Психологическая Обработка Этим Этим Собственно Они Вредны Ну И Что Это Мы Можем Назвать Это Вера Вера Это Видение А Это Слепота Причем Пользуется Нашим Церковным Священным Писанием Кто Библию Создал Это Церковь Создала Это Просто Жулики Воры Дьявол Поклонники А называют Себя Христианами Здорово Придумали Ну Чтоб Поавторитетней Выглядеть Ну Нет Для чего Я понимаю Если Кришнаиты Говорят Что Кришна И Христос Это Вообще Одно и то же Вы Сами Говорят Не Слышите Это Одно и то же Слово Алло Добрый вечер Здравствуйте Батюшки Здравствуйте Скажите Пожалуйста Вот Я правда Не в курсе Была Что Моего мужа Сестра Она Была Как Крещена В этом В католическом Храме Вот И потом Значит Она вот Вышла замуж Нет Какой к нам вопрос Да Вот ее Когда она Умерла Нет Не надо Рассказывать Что Вы хотите У нас Спросить Вот Я ее Подаю Я просто Не в курсе Была Я думала Что она Как православная А оказалась Она католик Но ее Отпевали В православном Храме Я поэтому И подумала Что она Православная Ну бывает Ее подаю На литургию Вот Я согрешаю В этом Ну Вы же Делали Это Из соображений Добрых Но Дискос На котором Клудутся Частички Внутые Спросфор Он Знаменует С собой Православную Церковь Поэтому Мы Католиков На литургии Не поминаем Только На домашней Молитве И вот Если она Уже Усопшая Мы можем Стоя На панихиде О ней Помолиться Вот Батюш Как раз СМС На эту Тему Нам пришло Мама Умерла Некрещенная Молюсь Дома Поминаю Как Это Может Облегчить Ее Участь Ну как Всякая Молитва То есть Именно Как-то Вот Ну вот У меня Заболел Кот Я Помолился Бог Его Исцелил Ну вот Я же Его На Проскомедию Записку Не писал Кот Васька О здравии Сам Помолился Котик Выздоровел Че тут Такого А то Человек Да еще Крещеный Вот Некрещеный Ну или Некрещеный Это Его Взаимношения С Богом А это Мои Я могу Молиться За коня За кота Могу Молиться За хомяка Молиться Могу За любого Человека За мусульманина Могу Молиться Я не раз Молился Однажды Я Лежал В больнице Там Вот Ко мне Приходит Доктор Мой А он Буддист Вот Батюка Я хоть И буддист Но вот Тут одна Мусульманка Лежит Не можете Вы с ней Поговорить Я подошел Она говорит Так и так Батюшка Вот у меня Предстоит операция Я боюсь Можете Можете За меня Помолиться Я говорю Да с удовольствием Пошел Помолился Потом Значит Операция Прошла Успешно Я пришел Ну как дела Ой слава богу Спасибо вам большое Ну что Такого Я не пойму Это же Люди Есть даже Молиться О пчелах О копании Кладезя Нужен колодец Читается молитва И копается Колодец Боятся Бога Огорчить Обидеть Вот такой Молитвой За Это говорит о том Что они вообще Не представляют Кто такой Бог Христианский Просто Слишком далеко Удалились от Бога И не понимают Опять же Устав А по уставу Это не возбраняется По уставу Возбраняется Молиться На праскомедии И это только За православных Крещеных А за всех остальных На домашней молитве Или Например На универсамской Молитве Стою в очереди В универсам В кассу И вдруг Мне Вспомнилось Там За кассой Женщина Узбечка Она мне Напомнила Мою знакомую И я Стал за нее Молиться Пока Дошел До того места Где с меня Уже деньги Будут брать Я пять минут За нее Помолился Чего в этом Плохого Бог то не делит Нас Мы все Ему дети И узбеки И украинцы Все Ну вот Понятно Что Всем это Не объяснишь Алло Добрый вечер Мы вас слушаем Добрый вечер Отец Дмитрий Хотел бы Спросить вас Вот На тайной вечере Господь Преломил Не надо мне Ничего Рассказывать Вы спросите Что вот Вам угодно А мне Угодно Узнать Где вот В Евангелии Можно понять Что Второй раз Было совершено В его воспоминания Или может быть Еще там В третий раз Ну в деянии Святых апостолов Говорится о том Что апостолы Совершали Божественную службу Которую научил На тайный вечер И Господь А он с ними Единственный раз Тайный вечер Совершил Когда дети Не слушаются Отца Он начинает Орать на них Грубо с ними Разговаривать Чтобы добиться Повиновения Как жене На это нужно Реагировать С точки зрения Воспитания Ребенка Можно ли Вставать на защиту Ребенка Останавливать Мужа И Или лучше Молчать И смиряться Нет Лучше взять Книжечку В библиотеке И То место Которое Говорит о том Что орать на детей Это ничего Кроме вреда Не будет Дети Вырастут Лживыми И предателями Ему Прочитать Когда он В спокойном Состоянии И он Поймет Что вот Ученые Люди Пишут Так Когда Успокоится Признает Что был Неправ Соглашается Ну молодец Точнее Не совсем Баран Есть надежда Можно сказать Повезло С мужем Ну да Бараны По моему Чаще встречаются Я вижу Большинство людей Все таки Соглашаются С тем Что они Неправы Ну видишь У тебя Другой опыт Значит Или ко мне Таких приводят Не знаю Но То что У нас 90% Разведенных Не платят Алименты Женам На содержание Своих детей Это говорит О том Что они Действительно Как просто Животные У них нет Отцовских чувств Они могут Годами Не видеть А тут Про одного По телевизору Рассказывали Он На дочку Которого Никогда не видел Подал алименты И наш Самый Справедливый Суд на свете Присудил ему Алименты Он уже Стал пенсионер Думает А что бы Ее Пусть она Меня содержит Да Ну не содержит Там все-таки Не так-то много Присудили Но На это Не разживешься Но все-таки Прибавка К пенсии Кто-то ему Посоветовал Какой-то умный Адвокат Может за это И денег Взял Но Говорится О том Какой у нас Справедливый Закон Так что Вот Такие Уцеки Бывают Коллизии Но Ни в одной Стране мира Такого Не существует Но Я имею Ввиду Там Где Ну Каким-то Я имею Ввиду Христианские Страны Потому что В других Там Трудно Я не знаю Законодательства Страны Не христианская Традиция Общественная Отец Дмитрий Встречал В церквях Некрасивые Иконы Как Ими Не соблазняться Тут Он Описывает Что Порой Смешанные Стили Написания Икон Те Которые Пишут Сейчас И Говорят Иногда Просто И молиться Нельзя Пред такой Иконы Ну Или Трудно Почему Есть такое Правило Встаешь Перед Иконой Закрываешь Глаза И молишься Такое Очень Не новое Правило А потом По поводу Красоты Иконы Вот Я помню Вот я помню Там У нас Сейчас Они уже Отошли Ко Господу Две Женщины Была Мать И Дочь Когда Мы Повесили В Иконостасе Икону Ну Самую То Ничего Это Не даст Это Вот Раньше Когда Я был Маленький У нас В музее Изящных Искусств Именно Александра Третьего Которого Потом Переименовали Почему-то В Пушкина Хотя Он срода Там Не бывал Потому Музей Построен Спустя Почти Сто лет После Его смерти Александра Сергеевича Вот Но Не важно Это Как бы В сторону Но Там Был Клуб Юных Искусствоведов И вот Дети Стоя Ходили Им Читали Курсы Лекции В течение Я Не помню Года Двух А может Быть Всех Четырех И тогда Ребеночек Приобщался К искусству И уже Начало Различать Ну А Современные Там Люди Которые Ну Не могут Гоголя От Некрасова Отличить То Тут Про икону Это гораздо Сложнее Язык Поэтому Даже в церкви Сейчас вот Комиссию Устроили Где будут Искусствоведы Этот вопрос Решать Утверждать Такой Эскиз Или Нет Иконостасы Иконостасы И Росписи Потому Потому что Да Я встречал Роспись Храма Довольно Жутковат Ну И По цвету И По Композиции И По рисунку Вот сейчас Прям Смотрю И вижу Конкретные К храму Совсем Далеко От Ну я Даже не говорю От идеала Вот А вообще Так сказать Ну хотя бы Чтобы был Какой-то Известный Налет Культурности Ну что делать Это уж Вот Комиссия Будет Это Рассматривать Как бы Я за Чтоб такое Вмешательство Было Ну да Что вот Там Священники У нас есть Священники Искусствоведы Очень Хорошие Специалисты Могут Вполне Дать совет И Ну Сменить Хотя бы Команду Тех Иконописцев Потому что Являюсь Опекуном Ребенка Четырех лет С синдромом Дауна В доме Ребенка Родители Навещали Ее Написали Отказ Почти год Назад Сейчас Звонят Мне Нашли В соцсетях И хотят Встречаться С девочкой Я в растерянности Что вы мне Посоветуете Нужно ли Это ей Ну Если у Девочки Будет Определенный Круг Общения Любящих Ее Людей Это Будет Конечно Способствовать Ее Развитию То есть Приходящие Родные Родители Оживет У Опекуна Ну Да Опекун Является Человеком Который Несет Полную Ответственность За девочку Но Этих Родителей Уже Она считает Мамой Папой Приемных И тут Друг появляются Родные Ну Это Помимо Папы И мама Бывают Тети И дяди И у меня Так было И тети И дяди И даже Несколько Дедушек Было И двоюродных Дедушки Замечательно Дедушка Умер А двоюродный У меня Дожил До 93 А другой Троюродный До 92 Замечательное Общение Очень Они Много Мне дали Че Так Вот Просто Эти вещи Надо будет Обговорить С ними Обговорить А еще Лучше Договор В письменном Виде А то Бывает Что-нибудь Забудут Скажите Извините Вот Вы помните Если Вы будете Нарушать Придется Вас Отстранить От общения 14 лет Назад Будучи Малосведущей В вопросах Веры Поторопилась Выйти Замуж Не узнала Будущего Мужа Как следует Вышло Так Что муж Только На словах Верующий А делами Наоборот Бога Он Не отвергает Но И Оставлять Свои Греховные Привычки Не Желает Круг Его Интересов Компьютерные Игры Фильмы Новости Не Исповедуется Не Причащается К тому же Постоянно Обманывает Дети Семи И двух Лет Видят Такой Пример Учатся У него Очень Страдаю От того Так как Хочу Воспитать Их Христианами Есть Ли Смысл В нашей Семейной Вести с ним Вот По причине Вреда Общения Детей С отцом Что Значит Могу По Нашему Законодательству Каждый Человек Может Разводиться С кем Угодно И с Верующим И с Неверующим И Формально Верующим И Что значит Могу Если Это Дама Хочет От меня Санкцию То Я Отправляю К основам Социальной Концепции Русской Православной Церкви Где В главе Семья По-моему Называется Там Есть Перечисление Причин Причин По которой Церковь Может Благословить Развод Так что Вот Прямо Сейчас Не отходя От кассы В интернете Найти Концепцию Почитать Выписать Себе Над кроватью Повесить Посмотреть Совпадает Это или нет Ну Когда человеку Нужен Все-таки Юридический Совет Он идет К юристу Но хочется Получить Санкцию Именно Церкви Санкция Вот Она Изложена В этих Пунктах Что Церкви Нет Никаких Рычагов Причем Таких Вот Этих Самых Норм Их Раньше Не было Это Идя Навстречу Пожеланий Трудящихся Потому что Такая Проблема Есть Потому что Ну Сто лет Назад Не было Таких Разводов Что Половина Браков Развод А Другая Половина Браков Чуть Попозже Развод Ну Так что Ну Новые Совершенно Явления Там Нам Много Рассказывают Про Те Достижения Которые Наш Народ Совершил Благодаря Советской Власти Ну А то Что Народа Уже Нет Семьи Все Развалились Что И На Кое Тогда Все Достижения И Самого Главного Нет А Что Сто Лет Назад Укрепляло Семейные Узы Традиция Религия И Религиозная Традиция Вот Укрепляло А Советская Власть Быстро Быстро Это Ликвидировал Потому Что Сам Коммунизм Его Манифест Он Предполагает Уничтожение Семьи Как Таковой Как Пережиток То есть По Коммунистическим Идеям Семьи Семьи Должно Быть Конечно Функции Семьи Это Государство Государство Берет Детей Отбирает Поэтому То То Что Что Сейчас Происходит Это Продолжение Некоторые Такие Политологи Называют Это Явление Нео Коммунизм Так Увидели Прямое Сходство Ну Да Так Хочешь А как Все Это Прикрыто Лозунгами О Благе Так Лозунг Он Для Этого И Существует Потому Что То Сейчас Именуется Клиповое Сознание Это Как Раз Землю Крестьянам Отлично Были даже Фильмы Там Показывали Вот Идет С такой Рогаткой И отмеряет Землю Какой Крестьянин Он до сих пор Земли не получил Что За Бред Какие Фабрики Рабочие Ну Ксе Крестьяне Вообще Беспаспортные Они Лишились Даже Тех Прав Которые Были У них До Революции Но Самое Симпатичное Вся Власть Учредительному Собранию Которую Загнали На следующий День После Созыва Вот тебе И все Так что Это все Лозунг Лозунг Взял Власть Как У нас Вот На дружественной Украине Блокаду Надо Разорвать Потому Что Это Вред Государству И В этой же Фразе Человек Говорит Что Нужно Обязательно Всю Транспортную Так сказать Связь Прекратить Ой батюшка Этих Противоречий Столько Ну вот Поэтому Лозунги Они Правят Миру Потому Что Человек Не может Ну как То Читать Научную Статью А лозунг Там Экономика Должна Быть Экономной Это Все Прочтут И Я вот На всю Жизнь Запомнил Вот Это Абсурд И так Он Надо Мною Висит Домоклым Мечом Всем Доброго До свидания Спасибо батюшка За передачу Всего доброго До свидания Субтитры